С нами на прямой связи трижды генеральный прокурор Украины Сверислав Пескун. Сверислав Михайлович, добрый вечер. Здравствуйте. Несколько вопросов относительно дела Александра Трухина. Следствию на протяжении полугода не удавалось найти ни видео, ни других доказательств того, что конкретно Александр Трухин был за рулем этого автомобиля или других каких-либо обстоятельств этого ДТП. На ваш взгляд, опираясь на ваш опыт, это может говорить о том, что дело пытались замять? Здравствуйте. Ну, естественно, нужно понимать, что существует порядок. Согласно этого порядка, каждый полицейский, который приезжает с дежурства, он сдает эту камеру в специальный кабинет. В этом кабинете просматривается все его дежурство. Если во время этого дежурства были наложены на кого-то административные штрафы, взыскания, были нарушения, они проверяют, зафиксированы ли эти нарушения, соответственно ли созданы необходимые условия для применения админпротокола. Но если там было ДТП, а еще с участием народного депутата, это неприменительно докладывается руководству департамента. Дальше руководство принимает решение согласно инструкции, существующих в органах внутренних дел. Свердослав Михайлович, министр внутренних дел утверждает, что он не видел этого видео. Опять же, опираясь на ваш многолетний опыт работы, это возможно? Ну, или руководители других правоохранительных органов, или руководство страны, учитывая деликатность этого дела, да, и общественное значение этого дела. Они могли не знать об этом, об этих подробностях, не видеть этого видео? Как вы думаете? В то время, когда я был генеральным прокурором, существовала такая гласная и негласная инструкция, что любое происшествие ДТП с участью народного депутата, если даже он находится в качестве пассажира или пешехода, оно обязательно отвечает заступнику министра внутренних дел. Заступник министра внутренних дел отвечает министру, а уже министр отвечает Генеральному прокурору Украины, або заступнику Генерального прокурора, кто есть на месте. Это было обязательно, потому что не каждый день происходят пригоды с участью народных депутатов, и поэтому такой порядок обязательно был. Что сегодня происходит там, мы не знаем, но мы думаем, что, наверное, могли бы сходить от министра. Почему нет? При сегодняшней дисциплине может быть все, что угодно. Ну да, это правда. Сверислав Михайлович, а исходя из того видео, которое мы увидели, какая ответственность может грозить народному депутату? Ну вот предложение отгрузить 150 в качестве бонуса может тянуть на попытку дать взятку госслужащему, полицейскому в данном случае? Это вопрос должен решить Офис Генерального прокурора. Например, то, что я вижу, мы можем говорить про пробу дачи хабаря, мы можем говорить про то, чтобы уникнуть ответственности за скояние ДТП и пытаться пойти с места злочину. Поэтому оценка должна быть, я на мой взгляд, неупереджена, квалификована и объективна. Я не хочу тиснуть своей думкой на хит следствия и дознания, так бы мовити, и на официальных людей, но я думаю, что правовую оценку этим действиям нужно дать обязательно, при том, процессуальную правовую оценку. И в заключении, Свердослав Михайлович, последний вопрос. Вы долго работали генеральным прокурором. Как часто вам звонили политики или влиятельные люди с предложением помочь в похожей деликатной ситуации? Ну, конечно, мне звонили, Тигран, и звонили часто. И ответ в таком случае должен быть один. Не волнуйтесь, успокойтесь, мы разберемся, примем решение, мы вам сообщим. А вот я народный депутат, вы же понимаете, мне надо ехать на округ, работать с избирателем, и меня вызвали на допрос. Я говорю, в первую очередь, вы гражданин Украины, как и я. Давайте исполним гражданские обязанности, а ваши депутатские от вас никуда не уйдут. И все. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА